Сегодня будем играть в Elden Ring. Наш персонаж идёт к победе. Сейчас будем вспоминать, на чём мы остановились. Вчера была вот эта вот гостиница, замок, блин, лавовый, очень душный, вообще душный, просто. О, а это, кстати, плохо очень. Очень плохо. Я не знаю, как здесь лучше поступить. Ага, он упробивает. Ой, ну здесь двое таких. Чёрт, чёрт. Я же без смерти хотел. И собаки ещё, капец. О, здесь тупик. Ну всё-с. Куда идти-то, блин? Блин, тут всё плохо, просто плохо. Зажали, что ли? Зажали. Ну вы выбираетесь со счетом. Нет, не выбрался. Капец. Капец. С починами, Миш. 38 к душу. Просто нано. Ну вот эти вот два рыцаря с фулл-счетами просто дикие. Надо было выбирать один из коридоров, пытаться убегать. Так. Ну что. Раз слабый враг, предлагаю пока не пользоваться услугами Олега. Похож на великана, тролль-камникоп. Здрасте. Да, тролль. Типа мувсет стандартный. Очень слабый урон у него. А точнее, жизни у него мало. Да, стандартный топ от троллевских. Да, брось. Ну что ты, ну что ты. Ну хватит, ну. Что делаешь? Захват, что ли? Что это за удар? Ага. Ага, ага. Ага, он топнул и ударил. Ага, и выкинул. Ох ты какой опасный. Ё-моё. Да что? Да дай мне. Да дай мне. Да да. Да, да вы видели, я увернулся. Это был блок, кстати. Да, тут даже Олег бы в одиночку справился с этим невдалым троллем. Можно поговорить, не факт, что это к чему-то приведет. Вижу, тебе удалось справиться с очным... А нет, говорит. Вот твоя заслуженная награда, прошу, возьми. Змеевидная костяная катана! Котана, ребята! Пришло время поведать себе. Обысленно владельцы этого поместья, владыки Рикарди. О-о-о! Древо Эрд не спасла погаших благодать. Однако, этого было мало для выполнения столь грандиозной миссии. И погаши быстро погрязли в мелких склоках. Как и хозяева осколков, что боролись за власть после раскола. Гиппогриф нет сегодня, Папа Джинни. Нет, не будет. Наш владыка взбунтовался. Горят возмущения, он отказался драться за жалкие объектки. Так. Если древо Эрды, сами боги, решили смешать нас с грязью, то в ответ мы поднимаем знамя борьбы. Даже если за это нас обвинят в ереси. Мы во главе с владыкой Рикардом поклялись, что не успокоимся, пока не завершим начатое. Так, хорошо, к чему-то это все. Если ты ступишь на сей доблестный путь, то однажды узришь владыку. Его встреча с нашими героями — настоящее представление. Ой, интригует. Жду, не дождусь этого дня. Нам дали третью катану в игре. Костяная катана. Котана. Она накапливает яд, а не кровотечение. Чисто физический. Двойной удар. Модификатор ловкости С. И требование полоски ловкости выше, чем у обычной катаны. Ну, здесь Б-модификатор, но это из-за того, что она точеная. Там плюс 17 уже. Да в самом начале был такой рыцарь. Помните? Да, страж древа. Два стража. Олег! Так, не, погоди. Я больше... Я могу. Я могу сам. Они ж нихрена не умеют. Я уверен. Ребята, с ограничениями. Ну, что ты сделаешь? Самое время вспомнить про лук. Здравствуйте. Ну и чего вы? Ну и чего? Кони недрессированные, да, у вас? Ну, подождите тогда. Человек простой. Лук у меня есть. Опа! Опа! А что такое? Скакун. Ля какой. Уприкрывается щитом. О, как, 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 как? Подожди, подожди. Подожди, здесь он не достанет. Так, надо запрыгнуть. Ты сюда пройдешь? Ну, вот сюда вот пройдешь. Ай, толстый. Какая достада. Ребята. Ребята. Такое он, конечно. Ага, ага, ага. Я, может, и не могу, кстати. Ха-ха-ха-ха. Ой, а может, не могу. Да как так-то? Брось, друг. Брось, друг. Брось. сколько можно жить друг ой тот же вопрос да но если бы это 1 vs 2 естественно у меня шансов на земле не было никаких я должен был на рис 20 тысяч спасибо большой щит древа эрт у руна героя и 30 силы о офигеть но 100 физ очень высокая сопротивляемость святому урону магии да вообще все высокая прям все высокая 66 76 большой тяжелый золотой щит могучих рыцарей из ордена стражей древа благословлен древней защитной молитвой стражи древа живой оплот древа эрт источник вдохновения особый навык возьмите щит в руки и высвободите его защитную молитву отгоняет вражеские чары и молитвы позволяя нанести ответный золотой удар вижу попасть не товарищ он раньше боссом был а он и есть апостол божественной кожи до с кровотечением со всеми вот этими штуками вот кстати можно попробовать поотражать а я пытался я пытался раньше надо видимо на 118 ему пофиг ну вы узнали его да он в подземелье был и захват на себя а вот вторая фаза сейчас будет издалека бить но тогда конечно он был гораздо сложнее 14 ксарей дали свежеватель божественной кожи и карающие черное пламя идет речь а может быть это малое древо эрт это же особый какой-то здоровый да черви мордой олег но и гадет и гадет и и Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Дерево Пролитая багровая слеза Багровая и Кропчатая Отбравиться в другое место Капец Давайте посмотрим, куда меня Отправят Какая-то пещера, печать марики И сразу босс впереди Олег Погнали Ё-моё, это что такое у нас? Олега не вызвать Змей огромный какой-то Олега не вызвать, что маны не хватает Что за копье? Я не понял Охотник на змей Это новое оружие Охотник на змей Одновременно двурочный меч И копье При встрече со змеем Являет длинный клинок света Считалось, что именно этим оружием В давние времена убили Бессмертного великого змея Когда подданные поняли Что героические устремления Господина превратились В обычную жадность Они стали искать оружие Способное его остановить Особый навык Охота на великого змея Совершите мощный выпад вперед Повторите атаку Чтобы выполнить удар снизу вверх Во время битвы с ликим змеем Ваше оружие явит Свою истинную суть Выпустив длинный световой клинок О, там нет урона Ну, как бы Может здесь Понял Е-мое 1500 урон он дает Капец Уаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ай, вот это плохо Будет смей выпить Давай Когда там блиц следующий Да, изовый босс какой-то Снимать еще показывают Блин, ну они явно не рассчитывали, что так будет Дурачок действует, что пойдет сразу Эй Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй Лежи спокойно Очень хорошо Что это, блин? Это явно не лут, он мне достает Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-э мне бутылок не осталось ахахахаха серьезно давай да не я не понимаю что происходит где уронов я не знаю что происходит и может и плевать но я и вот и 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 вот этот вот здесь надо было катиться ну либо катиться либо хрен его знает вот она а все равно попадает и на это это извините вверх где твою как охотник на змей называется нам уже попробовать челленджи нет но я попробовал копьем потыкать с обилки мне понравилось но может быть реально обычные удары копья будут лучше чем мои попытки вот эти вот всем а вот так вот понятненько там какая-то хитрая штука была что именно копьем он олег готовься олежу олежу сейчас будем вместе копье имбовое только против этого босса ах ты смотри какой олег давай делай настало твое время ну олежу по 2000 просто а молодец олег что происходит конечно босс вообще такой то есть тут эпичность эпичность зашкаливает просто она просто за а сейчас на себя там Нет, да как так? Нет, да как так? Вот это вот все потом из лука, потом рассказали про копье. Короче, убьем конечно же его, куда же деваться. Но босс крутой. Спасибо, что смотрели, спасибо, что болели. До завтрашнего вечера. Пока-пока-пока.